Спецоперация В это время дома находились муж с женой, но заблокировать дверь или убежать им не удалось. Далее разбойники связали хозяина дома проводом от обогревателя, нанесли несколько ударов хозяйке и из дома взяли около 7,5 тысяч долларов, вытащили золотые изделия на общую сумму 60 тысяч сомов, после чего скрылись. Ленинским районным судом города Бишкек в отношении подозреваемого было избрано мера пересечения в виде ареста о содержании в сезонном мере 1 города Бишкек сроком на два месяца. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений. По информации представителей силовых органов, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. И в этот раз на одни и те же грабли. Нам удалось поговорить с пострадавшей семьей, но боясь за свою жизнь, они попросили не показывать их лица, но рассказали, как все было на самом деле. Оказалось, в дом ворвались 4 человека, одного из которых пострадавшая сторона очень хорошо знает. Это как раз тот задержанный мужчина. Он работал у них дома подсобником. Хозяева утверждают, что конфликта во время работы с подозреваемым не было. Даже наоборот, он задолжал им денег. Но средства, по словам пострадавшей стороны, они не требовали. Заявители в недоумении, чем же они насолили этим молодым людям, что они пошли на такой шаг. В момент, когда парни ворвались в дом, трое из них пытались всячески не показывать лицо того самого задержанного. Возможно, он был главарем этой банды. Сейчас пострадавшая сторона до сих пор находится в шоковом состоянии. Хозяйка дома рассказала, что ночами ее мучают кошмары. Бывают моменты, когда она встает и просто кричит. В снах она видит силуэт человека в капюшоне. Может, это из-за лекарств и разных капельниц, которые она вынуждена принимать каждый день. Говорит, благо, что дочери не было дома. Ведь именно в этот день она должна была прилететь из Москвы к родителям. Но рейс перенесли на следующий день. После инцидента они установили вокруг дома камеры видеонаблюдения. Ведь правоохранители поймали лишь одного из нападавших. Еще трое до сих пор на свободе.